Всем привет! Вы на канале Вульфи и Нитрич, и сегодня мы играем в Black Desert Mobile. Хочу рассказать об таком НПСе, как Патрицио. Этот НПС в игре есть со старта, и если, например, про на самом старте к нему не было никакого смысла ходить, то сейчас можно задуматься о том, чтобы сходить к нему и потратить энергию на предметы. Давай расскажу, как все устроено, что нам дает, в чем преимущество этого Патрицио, как с ним общаться, и поделюсь наблюдениями по поводу дропа. Какие бывают, что выгодно брать, что невыгодно брать, и буду ли я сюда дальше ходить. Для тестов я потратила, ну, примерно неделю на то, чтобы ходила к нему, сливала всю энергию. У меня 266 энергий. Каждый день у Патрицио можно сделать 20 обменов. И все. То есть нельзя сливать всю энергию, восстанавливать баночками и сливать, 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 пока не закончится желание и терпение. Всего лишь 20 раз в день, и каждое обновление стоит 10 энергий. Никак его нельзя сэкономить, никак нельзя уменьшить количество. Что вообще из себя представляет лавка Патрицио? Найти НПСа можно вот так вот в режиме список возле миникарты. Выбираем Патрицио и прибегаем. Он находится в каждом городе. Здесь все просто. Особо объяснять ничего не буду. Просто нажимаем кнопку обновить. Нас спрашивают, хотим ли мы потратить 10 энергий. И дальше появляется Тарвар, который он нам предлагает. В списке товаров у Патрицио можно найти сундуки с древними плитами, сундуки с отметками главарей, книги, фиолетовые книги. Потом сундучок с 10 книгами от низкого до высокого качества, фиолетовых там нету. И точки высокого уровня на оружие и на броню. Также с недавних пор здесь можно вытащить сундук с легендарной броней, либо оружие. То есть там рандомно, как повезет. Шапка легендарная, ботинки, перчатки, курточка, оружие, либо топ оружия. И обрати внимание на цены. Здесь вот указана цена, по которой ты можешь с Патрицио купить прямо сейчас. Дальше для подсказки, чтобы не клацать туда-сюда по окнам, вот указана минимальная цена на бирже. И проценты показаны, насколько эта цена больше, либо меньше. У Патрицио есть такая кнопочка, как торги. Эта кнопка за 10 энергий позволяет тебе сторговаться с ним и сбить цену в два раза. То есть если мы, например, получаем точку, которая стоит 100% либо там 120%, поторговавшись у Патрицио мы можем сделать 60% от рыночной цены. Когда речь идет о точках, то это не совсем выгод, потому что система торгования требует дополнительных средств. Я попозже объясню, что такое торгование. Давай дальше разберемся по предметам. Кнопка заказ, с ее помощью ты бронируешь. Ну, например, ты думаешь, покупать тебе или нет, либо, например, хочешь посмотреть на аукционе, убедиться в цене, тогда нажимаешь кнопочку заказ. И товар этот бронируется, то есть он на какое-то время замораживается. Потому что если ты просто, обновив список товаров, получив какой-то предмет, не нажмешь заказ и выйдешь, то, когда ты подойдешь к Патрицио, списочек будет пустой. То есть тебе нужно будет по новой ролить за энергию товар. И, естественно, выпадет уже другой товар. Так вот, для того, чтобы заморозить, ты нажимаешь кнопочку заказ. Надо тебе оно или нет, думаешь, не думаешь. Может быть, например, тебе выпадает дорогая вещь, и у тебя чуть-чуть серебра не хватает. Ты тогда что-нибудь с этим придумываешь, возвращаешься и покупаешь. В частности, это больше применимо для покупки сундука с легендарным шмотом. Вот он мне в самом конце выпал. И давай на его примере сейчас разберемся, как же торговаться. Мне не повезло. И сундук с перчатками мне выпал по цене на 312% больше, чем рыночная цена. То есть даже если я поторгуюсь, то цена будет 156% от рыночной цены. Потрачу деньги на торги, да, то есть ну такая связотия. Но, если, например, такой сундучок тебе выпадает за 100% либо даже 200%, да, то ты можешь поторговаться. Хотя тоже вопрос. Во-первых, не факт, что тебе выпадут перчатки двухслотовые. Здесь нигде ничего не гарантируется, да. Тебе могут выпасть однослотовые, которые стоят 85% на аукционе. И они лежат на этом аукционе в данный момент на время записи видео. То есть сомнительное конкретно для меня в данный момент предложение. Но сундук может выпасть дешевле. И когда ты поторгуешься, то ты еще и сэкономишь. Что нам нужно для торгов? Смотри. Для начала заморозить заказ. После этого нажимаем кнопочку торги. И нам показывают, какими предметами можно с Патрицио договориться и поднять процент успеха. То есть базово у нас 10%. И вкладывая вот эти вот ресурсы, ты можешь договориться с ним на повышение шанса успеха. Эти предметы мы собираем в лагере. Собираем в узле. Но можно еще купить у НПС, который на карте отмечен вот таким вот сундучком. Подарком. Но так же, как и у рыбалки, так же, как и у других НПСов, ассортимент не стабильный, а периодически обновляется. То есть внизу вот у нас, видишь, осталось времени. Это через сколько обновится ассортимент и через сколько ты сможешь посмотреть другие товары. И вот у нас список. При этом купить можно не сколько хочешь штучек, а только одну. Понимаешь? Вот такой ассортимент. Купили. Если чего-то нет, обновить. После этого купить еще, если что-то появилось. И дальше уже с этими предметами идти к Патрицио. Но прикол в том, что когда ты каждый раз нажимаешь поторговаться, то товар может измениться. Поэтому, когда ты идешь к Патрицио, и тебе нужно, например, поторговаться, то тебе лучше взять абсолютно все предметы, абсолютно в огромном количестве. Вот я, например, сейчас кину все, что у меня было 56%. Можно вернуться, закрыть, заново начать торги. И здесь уже, смотри, совсем другой ассортимент. И вот таким вот образом мы поднимаем процент успеха. Дальше нажимаем начать торги. Если повезло, то повезло. Если не повезло, то все теряется. Возможность торговаться больше недоступна. И ты либо меняешь товар, либо покупаешь по той цене, по которой тебе предлагают, если очень нужно. Первый раз мне вот предложили вот такой вариант для торгов. И если, например, посмотреть 7,5%, у нас вот этот вот правый итем. Для того, чтобы догнать до 100%, мне нужно 13. И умножаем 13 на 30 тысяч. Получаем 390 тысяч. Мне нужно, чтобы накупить вот этого итема. И потом отдать их Патрицию. Естественно, в случае с этим сундуком, это большая экономия. Я сэкономлю больше, чем сейчас потратила. Но нужно заранее запасаться этими предметами. Поскольку, как видишь, бесконечное количество у торговца не купить. Давай теперь посмотрим, что Патрицию предлагает нам купить. Сундуки с плитой мне встречались с 1 штучкой и 3 штучки. Естественно, выгоднее покупать 3 штуки. Поскольку 1 штука стоит 150, а 3 – 360. Сундук с отметками главаря. 1 штука стоит 250 тысяч. Но есть сундук с 50 штуками, который стоит 2,5 миллиона. И 1 штука у нас выходит 50 тысяч стоит. В случае с плитой больше 3 мне не выпадало. Поэтому я не знаю, насколько максимально можно сэкономить и вообще какой шанс. В принципе, вот у меня такая статистика. За 112 попыток обновить мне выпала 22 раза точка на оружие и броню. 44 раза мне выпала фиолетовая книга. Причем все были на 500-600%. 26 раз мне выпал сундучок с 10 книгами. 8 раз мне выпал сундук с плитами. 12 раз с отметками главарей. То есть не такой большой шанс. Его только один раз из 112 мне выпал сундук с 50 отметками. То есть шанс очень маленький. Но в целом давай посмотрим. На одну проходку в древние руины на максимальном уровне мне нужно 27 плит. На минимальном 6 плит. И стоимость одного похода, если мы будем покупать у Патрицию помимо энергии, на минимальной сложности обойдется в 700 тысяч. На максимальном еще больше. С одного похода мы с тобой 100% не окупим. То есть плиты покупать у Патрицию не выгодно. Сундук с отметками главарей. Если покупать сундучок один, вот одна отметка за 250, не очень выгодно. А если, например, брать сундук с 50 отметками, где одна отметка стоит 50 тысяч, и получается, что поход к одному боссу у нас стоит с тобой 150 тысяч, а заформив, например, 35-ю сложность, я только серебром получу назад эти 150 тысяч. Плюс я получаю точки, плюс я получаю древнее золото, плюс еще разные всякие плюшки, опыт и так далее. То есть на 50. Говоря, то это очень выгодное предложение, но за 112 раз, я повторюсь, мне выпало только один раз. Но и в фиолетовой книжке тут все понятно, и то же самое и с точками. А вот сундучок с 10 книгами. Я накупила... Один сундучок такой стоит 200 тысяч. Я накупила 35 сундуков, чтобы посмотреть, сколько книг и каких я получу, и выгодно ли это по деньгам. 35 книг стоят 7 миллионов серебра. После открытия у меня выпало 17 синих книжек, 66 зеленых и 267 серых. Если брать цену аукциона, вот как покупку, не для продажи, то я бы на эти книжки, покупая с аукциона, потратила полтора миллиона, а у Патрицию потратила 7. То есть сундук с 10 книгами тоже мимо. Мой вывод. Бесполезная трата времени, бесполезная трата энергии, поскольку эту энергию ты можешь потратить на сбор дерева, сбор травы, крафтить костюмы, улучшать себе лагерь. Плюс эти ресурсы очень нужны на осадах для улучшения. То есть сбор намного выгоднее, чем Патрицию. А учитывая, что если со сбором ты будешь использовать набор Хозяйства Плюс, то ты вместо 5 очков энергии будешь тратить 3 на сбор, что значительно увеличит количество прибыли. И продав вот эти все ресурсы, даже просто если продав, ты заработаешь намного больше, чем эти пустые сливы энергии у Патрицию. Такая вот история, такая вот игровая механика. Пиши свои впечатления. Ходил ли ты, ходила ли, пытались ли что-то достать. Если да, то чем повезло. То, когда только ввели сундуки с легендарными вещами, девочке из нашей гильдии повезло. И она, по-моему, даже по очень хорошей цене вытащила сундучок. Но тогда и легендарки на аукционе не было. Тогда и в цене она была высокая. То есть можно было даже на этом заработать. Сейчас с таким рандомом Патрицию просто стоит, никому не нужный. И вот сундука с легендаркой его не спас. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте палец вверх и делитесь видео с друзьями. Пишите в комментариях, какие темы для будущих видео были бы вам интересны. Приходите на стримы по пятницам. В 16 по Москве я запускаюсь. И если играешь на сервере Велия в европейском регионе, и у тебя есть минимум 4000 ПС, подавай заявку в гильдию Ями Хами. Но если тебе интересны осады. Если тебе хочется какой-нибудь спокойной игры, чтобы тебя не трогали, то, скорее всего, тебе у нас будет плохо. Потому что у нас и активная гильдия, мы стараемся ходить на осады узлов. Пока для нас контент. Так что присоединяйся, если тоже любишь драки на узлах. До встречи на просторах игры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...